Современные выпускницы готовы к первому балу более чем серьезно. Каждая из них осведомлена о модных тенденциях, каждая знает, что хочет и что ей идет. Индустрия красоты со всеми своими возможностями в свою очередь занимается воплощением этих замыслов. В нашем случае выпускные образы создает команда имидж-студии Елены Ивановой. Тренд идет на юность, на молодость, на сияние кожи, на легкие небрежные волосы, чтобы не было такого официоза, чтобы не было бриллиантов, не было каких-то там кричащих лейблов, потому что все-таки юность, молодость – это самое важное, самое актуальное в данный момент. Сегодня мы представляем два наряда. Один более официальный, для каких-то более серьезных раутов, а второй более расслабленный, для дискотеки, на этой пати. Мы оголили спину нашей модели, потому что маленькая пикантная голая спинка будет совершенно в тему. Что касается цветов, на мой взгляд, даже летом нет никаких правил. Пожалуйста, если вы хотите надеть черное маленькое платье, никаких проблем. Добавьте на голову диадему, высокий каблук, красную помаду и вперед. Если вы модница и придерживаетесь только актуальных цветов, тенденций в цветах, пожалуйста, это нежно-голубой, это розовый кварц, это фисташковый. Что касается макияжа, у Вишлист попадают продукты для создания идеального тона и тинты вместо румян и помады. Наш макияж подходит под несколько образов, поскольку макияж сам нейтральный. Мы сделали яркие глаза и не яркие губы, наоборот, нудовые. То есть мы можем использовать одно платье, мы одели, у нас там диплом, вручение диплом, потом мы переодели другое, и этот же макияж у нас остался, прическа поменялась, палатка поменялась, а макияж подходит к двум образом. Что касается прически, Вектор направлен в сторону естественности и легкой небрежности, которая, кстати, создается при помощи особых средств. Вообще стайлингом нужно использовать минимал. В основном наносятся средства, которые перед укладкой, то есть непосредственно влажный волос, это какой-то прикорневой спрей, небольшое количество, и в зависимости от структуры волос наносятся средства для ухода. Это может быть крем для объема, который смягчает, кондиционирует и придает объем. Это может быть мусс как основа, то есть легкий мусс какой-то, который наносит и на корень, и на полотно. И в итоге укладываем на него будет объемная упругость завитка. И потом, как правило, лак самый легкий мы используем, в основном шайм для блеска, либо мы используем, вообще его не используем. В идеальном луке сегодня стилисты призывают совмещать минимум 4 оттенка. И если мейк плюс платье плюс туфли это всего лишь три цвета, на помощь может прийти оттенок лака для ногтей. То есть это может быть как классический френч, так и страстно-алый, и это не будет являться ошибкой, если мы нанесли разные цвета обе ручки. Почему? Потому что у нас два разных наряда. Вот, и мы все-таки отталкивались от цвета платья, и добавили блестки, чтобы смотрелись ярче ручки. Вот, и привлекали к себе какое-то время. Остается также популярным французский маникюр, но используется на кончике разные оттенки и также блестки. Вот, и остается устремлено у нас лунный маникюр. Мы его называем еще кровавая луна, где используются красные и белые оттенки, ну и, соответственно, классические пастельные. Вот, и вместо украшений они могут использовать патикул тату. Подобного рода дизайн в выпускных образах лучше всяких драгоценностей подчеркивает вкус и смелость обладательницы. В этом же направлении работают и авторские аксессуары. Все представленные тенденции подойдут и для любых других летних вечеринок. Но что должно отличать выпускницу, так это та самая юношеская непосредственность, которая выглядит гораздо более стильно в сравнении со зрелой надуманностью.